На Дятловщине народилися трое зубранят. Телятки стали первым приплодом новой микропопуляции зубра европейского, створенной на территории Гродинщины в минулом году. Самья дорослых волотов, 18 зубров, походят по одособенных, привезенных за Озерской и Налебоцкой популяцией. Поселилась она на территории Дятловского лязгаса. Такое решение было принято по водле Держпрограммы оховано-вокольного осяродья и устойливое выкрысание природных ресурсов. Программа различена на 5-годовый период и предуглеживает широкие мероприемства по захованию популяции зубров. Белорусской популяцией зубров погражает инбрындинг, эти близкородностные скрыжевания. До такой высновой пришли специалисты Белорусской академии наук. Для выражения проблемы сейчас идет активное перемещение зубров по территории Беларуси, притоку новых генов, содейниче и меропостворение новых микропопуляций. Для того, чтобы сохранить зубры как вид, в Беларуси действует такой принцип, чтобы создать большое количество микропопуляций. И вот в рамках этой программы по сохранению зубра и была создана уже вторая на территории Гродненской области популяция зубра в Зятловском районе. На сегодняшний день у нас еще имеется озерская микропопуляция, которая насчитывает около 300 особей. Ну и частично на территории области находится налюбокская популяция и популяция, которая в национальном парке Беловежской пущей. Вычонная тлумачать инбриндинг становится причиной того, что зубры частей хвореют и в вынику могут зникнуть зусим. Меры постворению так званых микропопуляций призваны выправить генетичный дисбаланс и снять погрозу. Так наноустворенная дятловская зубринная семья уже принесла первое потомство. Как сподзаются эксперты, в будущем я напауторить приклад озерской микропопуляции, которая первопочатковая была створена с 20 зубров, а за 20 год стала наличивать 300 особен.